Ложь, пересказанная третьим лицом, не перестает быть ложью по сути, но при этом ее претензии на правду возрастают многократно. Здравствуйте! Возможно, именно эту формулу держали в уме авторы скандальной публикации на Некст ТВ, когда они так предусмотрительно сделали ссылку на заявление бывшего главы спецслужб Казахстана, пересказывая его слова. Кстати говоря, слова, абсолютно не имеющие ничего общего с правдой. С какой целью экс-председатель КНБ соседнего государства сделал подобное заявление, и кто должен был стать конечным бенефициаром этого, по сути, словоблудия, скорее всего, так и останется в тени. Собственно, эти слова теперь уже никому не нужны, не интересны. Это откровенная ложь. Очевидно, что в этой своей изначальной сущности они так и останутся. И совсем другой вопрос, когда некое заведомо ложное заявление гражданина Казахстана в качестве авторитетного экспертного мнения приводит телеканал хргызского цифрового сегмента. Телеканал, который имеет свои страницы в Инстаграм и прочих социальных сетях. Телеканал, который имеет более ста тысяч подписчиков, а его собственник сам называет свое детище независимым. Вот это уже серьезно. И серьезно настолько, что неосторожная или намеренная ложь одного, пересказанная другим, вполне может стать детонатором для взрыва. И не информационного, а настоящего, социального. Ведь, публикуя откровенную ложь в качестве экспертного мнения, не проверив ее прежде, телеканал, по сути, придает ей статус истины. А действительно, почему бы не проверить информацию? Это же нормальная практика для любого журналиста, для любой редакции. Наверное, это было сложно, обратиться в соответствующие органы и получить необходимые пояснения. А, ну да, ведь казахстанский эксперт в своем заявлении говорит о некоем конфиденциальном уровне. Ну как тут проверишь? Я вот никак не пойму одного, мог ли серьезный журналист поверить в такую бездарную и откровенную чушь? Очевидно, мог, если он независимый. И если ему эта чушь подходит как информационный повод для сенсационного разоблачения определенных государственных структур. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Этот принцип так называемой свободной прессы и независимых изданий актуален всегда. Но особенно часто он задействуется, когда активизируются некие общественно значимые процессы, когда идет волна определенной политической или социально-экономической напряженности в том или ином регионе мира. Вот и Некст-ТВ, как независимый телеканал, очевидно, не остался в стороне и активизировал этот недвусмысленный и привычный принцип. Что из этого вышло, вы уже, наверное, знаете. В отношении телеканала Некст-ТВ заведено уголовное дело по факту возбуждения межнациональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ Храговской Республики. В сообщении, в частности, говорится, установлено, что телеканал Некст-ТВ, используя свои ресурсы в социальных сетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Храговской Республикой военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины, ссылаясь в качестве источника на бывшего руководителя спецслужбы Казахстана. Действия телеканала в данном случае смахивают на вполне осознанную попытку дезинформировать своих подписчиков и зрителей, ввести в заблуждение население Храговстана. И не исключено, что и граждан других стран, поскольку трудно предположить, что и зрители, и подписчики Некст-ТВ компактно проживают только на территории нашей республики. ГКНБ также считает, что действия эти являются катализатором для разжигания межнациональной розни и формирования неприязни по национальному признаку. И это уже не шуточное определение. Разжигание межнациональной розни и формирование неприязни по национальному признаку – это уголовно наказуемое деяние. И, судя по всему, следователи ГКНБ уже получили экспертное заключение о наличии в действиях телеканала Некст-ТВ признаков возбуждения межнациональной вражды, подтверждающие выдвинутое обвинение. Кыргызстан всегда был и остается многонациональным государством. Многокрасочная палитра национальных культур, языков, многообразие этнического состава населения республики – это великая блага для Кыргызстана. Но желание и попытки использовать это благо во вред, как пороховую бочку, по меньшей мере преступно. И, к сожалению, данный случай далеко не единственный за последние годы, когда в политике намеренно пытались разыграть карту межнациональных отношений. Повторяю, это чревато тяжелыми последствиями. В эту игру лучше не играть. И вот в свете скандальных публикаций Next.TV появилось официальное сообщение пресс-службы Министерства обороны, из которого буквально следует, что все воинские части Кыргызской республики находятся в пределах страны. Никаких планов задействовать их за пределами государственной границы у Министерства нет. Министерство обороны Кыргызстана опровергает всякие домыслы по участию вооруженных сил Кыргызстана в каких-либо военных операциях за рубежом. В настоящее время говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства. Куда еще понятнее. И так сказано предельно ясно и открыто. Пользоваться конституционным правом, получать и распространять информацию в Кыргызстане всегда пожалуйста. У нас никто и никогда этому не препятствовал. Не запрещает этого и сегодня. Но использовать право на свободу слова в качестве идеологического оружия, в качестве детонатора социальных потрясений, использовать свободу слова для раскачивания стабильности в стране в угоду чьим-то интересам. Этого не позволено делать никому. Конституционное право – это наше благо. И не стоит этим злоупотреблять. А уж тем более пытаться зарабатывать на нем. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok